В студии столицы 16.00, в студии работает Тимур Саппар, в прямом эфире новости. Здравствуйте. Внести изменения в трудовой кодекс предложили участники рабочего заседания национального Курултая. По мнению Биби Гульджик-Сенбай, важно поменять отношение к человеку труда и повышать его статус. Работодатель должен понимать, что ущемление прав работников карается законом. Кроме того, участники обсудили вопросы правовой грамотности. Горячие дискуссии были и по законодательной поддержке неправительственного сектора. Больше 400 предложений поступили именно через приложение Курултай. Многие из них были взяты в качестве рекомендаций, которые войдут в обязательный план реализации. Пришло время менять трудовой кодекс и менять отношение именно к трудовому человеку, а не как с точки зрения работодателя. Поэтому, я думаю, по всем этим вопросам, ну и вопрос о правовой грамотности населения, в этом направлении уже работа ведется. Вопрос о неправительственных организациях, я думаю, что нужен специальный закон. Я думаю, будет создана рабочая группа, инициативная группа, и в этом направлении тоже будет работа идти. К другим темам экс-посол Казахстана в России Ермек Кущербаев назначен Акимом Восточно-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал президент. На посту главы региона Кущербаев сменил Даниила Ахметова, который в этой должности проработал 9 лет. Отмечив период с 2010 по 2014 годы, Ермек Кущербаев уже был заместителем Акима области. В приветственном слове он сделал акценты на развитие металлургического кластера, здравоохранения и социальной поддержки населения. Будут приниматься оперативные и системные меры, направленные на сдерживание инфляционных процессов. Вопрос о наращивании объема строительства инженерной инфраструктуры и модернизации коммунальных сетей будут на особом контроле. Усилия будут направлены на решение проблемы Ридерской ТЭЦ и других объектов теплоснабжения области. 65 молочно-товарных ферм построят в стране до конца года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Для этого из республиканского бюджета выделят 100 миллиардов тенге. Он отметил, сейчас Казахстан остается зависимым от импорта молочных товаров. Из-за рубежа завозят почти 600 тысяч тонн продукции в год. В ведомстве ссылаются на недостаточность и дороговизну отечественного сырья. В целом, в течение двух-трех лет планируем построить 115 крупных молочно-товарных ферм в регионах страны и обеспечить отечественные молзаводы качественным сырьем в достаточном объеме. Также намерены увеличить обеспеченность внутреннего рынка собственным молоком 61% до 89% и снизить импортозависимость с 573 тысяч тонн до 33 тысяч. Программа развития сахарной отрасли, разработанная Министерством сельского хозяйства, не работает. С таким заявлением выступил депутат Верхней Палаты Закиржан Кузиев. По его словам, еще два года назад в стране должны были производить около 120 тысяч тонн продукции в год. Реальная цифра в три раза меньше. Сенатор отметил, для увеличения посевных сахарной свеклы фермерам до сих пор не хватает соответствующей техники семян и земель. Хотя на это из бюджета выделили почти 500 миллиардов тенге. Согласно статистике, за 2022 год Казахстан произвел порядка 2 миллиардов литров разных напитков. Примерно использовано 200 тысяч тонн сахара, поскольку в среднем каждом литре напитка содержится около 100 грамм сахара. Это почти половина всего потребления сахара в нашей стране. Этот объем с легкостью мы могли бы заменить глюкозно-фруктозным сиропом, производимым из зерна кукурузы или пшеницы, как делают это многие страны. Это позволит нам почти на 50% снизить импорт сахара. Свыше полутонной синтетических наркотиков изъяли правоохранительные органы в Казахстане. Только с начала года ликвидировали 30 подпольных нарколабораторий. Такие цифры озвучили в МВД. По данным ведомства, также за последние месяцы заблокировали больше 2000 сайтов, где рекламировали и продавали запрещенные вещества. Отмечу, за пропаганду наркотиков предусматривается уголовная ответственность до трех лет лишения свободы. В Министерстве внутренних дел предлагают новый комплексный план борьбы с наркобизнесом. На его реализацию потребуется порядка 50 миллиардов тенге. Принципиально это выявить достоверный учет наркопотребителей, так как на сегодняшний день по республике 18 тысяч наркопотребителей. Но это не отражает реальную картину. По данным экспертов, в разы больше, в 8-10 раз больше нам нужно знать реальную наркотизацию общества на сегодняшний день. Потом дали усиление границ, осматриваемые оборудованиями, вопросы лечения, реабилитации, ремонта, наркоучреждений. Потому что у нас давно не ремонтировалось по линии здравоохранения. Подходить к лицу, потребляющему наркотики, как к человеку, которого нужно непременно наказать, наверное, не всегда правильно. Чаще это человек, которого нужно лечить. А самое главное, эта борьба должна быть сосредоточена на тех с теми, кто распространяет эти наркотики, кто их производит. В Шемкенте вынесли приговор преступной группе, которая выдавала ветеринарные разрешения за взятки и занималась подделкой документов. Чиновники Комитета ветконтроля и надзора Департамента госдоходов Туркестанской области, а также глава одного из крестьянских хозяйств, незаконно переправляли скот за границу, используя фиктивные бумаги. Глава крестьянского хозяйства и сотрудник ветслужбы похитили свыше 100 миллионов тенге, выделенных из бюджета на развитие животноводства. Фигурантов дела суд приговорил к тюремным срокам. От одного года до семи лет они также выплатят штрафы в размере от 2 до 26 миллионов тенге. И главные новости дня. Курултае в селах нужны современные школы, оснащенные по последнему слову техникой. Об этом также говорили сегодня на Курултае в Туркестане, на сессии, посвященной вопросам образования. Что еще обсуждали участники заседания, расскажет Рауль Габитов. Проблем в сфере образования немало, особенно ощутимы они и в сельской местности, где школы не всегда соответствуют стандартам. Не всегда в них есть условия для обучения детей. Члены Курултая говорят, что решить проблему можно, есть даже конкретные предложения. Например, строить новые здания и создавать в них максимально благоприятные условия. А еще участники затронули вопрос инклюзивного образования. Эксперты говорят, в Казахстане растет число детей с особенностями в развитии. Вот только специальных учебных заведений в нашей стране не так много. С этим есть определенная проблема. Отсутствие даже лимитарно доступной среды – это большая проблема для этой категории. Инклюзивные детские садики, у нас их не хватает, острая нехватка. Причем идет очень большой рост особенных деток. И это назревающая проблема, которая не сегодня, а так завтра может очень сильно отразиться негативно в нашем обществе. И если сейчас государство не предпримет меры, то завтра мы будем иметь большое количество деток, не подготовленных, не социализированных в наше общество. Помимо этого, на секции обсудили особенности нынешней молодежи, которая развивается в век новых технологий. Поговорили участники заседания о том, как работать с такими детьми, как их обучать, как вообще в целом воспитывать. Особое внимание уделили совершенствованию реформ в высшем образовании, в том числе внедрению современных механизмов управления и повышения статуса преподавателей. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестан. Больше 4 миллионов пассажиров планируют перевезти Казахстан-Темиржолы до конца лета. Сегодня первый рейс пассажирского поезда «Тальга» прибыл к озеру Лаколь из столицы. В этом году такое направление из Астаны запустили впервые. По данным Казахстана-Темиржолы, поезд будет курсировать два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Для удобства туристов вагоны «Тальга» оснащены системой кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками. На пути подходит тот самый поезд. Через пару минут на перроне станет многолюдно. Это первые вагоны «Тальга», отправляющиеся по направлению Астана-Досток. Теперь каждый турист может с комфортом добраться до курортной зоны Лаколь. Цены на билеты начинаются от 17 тысяч тенгян. На специализированные места для людей с особыми потребностями действует 70-процентная скидка. Едем впервые. Я пожелаю. Вагоны как раз очень комфортные для моего возраста. Думаю, что все будет хорошо, все нормально. Мы на Лаколь едем. Я везу маму свою, ей 80 лет. Это очень удобно. И поезд скоростной. Это выгодно. Для казахстанских туристов озеро Лаколь – одно из самых популярных мест отдыха. Всего в планах компании перевезти более 4 миллионов человек за летний период. Это, по словам руководства ООО «Пассажирские перевозки», внесет лепту в развитие внутреннего туризма страны. Поезд будет курсировать два раза в неделю. Четверг – воскресенье. Путь исследования. Для удобства пассажиров предусмотрены все удобства. Есть вагон-ресторан, вагон-бар, есть мультимедийный портал. Курсировать по этому направлению поезд Тальга будет только летом. Всего на курортную зону будут отправляться составы из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и области Абай. На летний период подготовлено около 2000 единиц вагонов, тем самым количество пассажирских мест увеличится на 6%. Эфир продолжит дневная смена. Мой коллега Каиржан Смогулов обсудит вместе с экспертами роль национального курултая при президенте Республики Казахстан как конструктивного диалога между представителями общественности. Напомню, второе заседание совещательного органа состоится в Туркестане завтра. Ну а у меня на этом все. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин